Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я главный врач наркологической клиники и врач-психиатр-нарколог. Сегодня хотел бы рассказать о третьей, конечной стадии алкоголизма, которая, естественно, наступает после второй. Отличительной особенностью перехода второй стадии к третьей является снижение толерантности. Это очень характерный симптом, когда высокие дозы алкоголя, характерные для второй стадии, перестают усваиваться, пациента суточное количество употребляемого алкоголя резко снижается. Классической такой картиной третьей стадии является, например, 200 мл алкоголя, это суточная доза, которая выпивается маленькими порциями в течение каждых двух часов, даже ночью. Если это не происходит, пациент просто не может спать. Помимо падения толерантности, на третьей стадии имеются все алкогольные сопутствующие заболевания. Это, в первую очередь, полиневропатия, походка таких пациентов шаткая, они плохо чувствуют ступни ног, таких можно видеть на улице, такая шаркающая походка. Нарушение координации из-за проблем, из-за мозжечковой атрофии. А нарушение высших нервных функций из-за атрофии коры головного мозга проявляется в виде такой эмоциональной огрубленности. Пациенты перестают интересоваться окружающими, семьей, становятся эгоистичными, холодными, бездеятельными. Многие не работают. Круг интересов ограничивается только употреблением алкоголя, общением с собутыльниками. Это происходит на ранних стадиях, но здесь уже видно все это очевидно и откровенно. Семья практически не интересует таких пациентов. Только алкоголь и связанное с алкоголем времяпрепровождение. Другие сопутствующие проблемы – это со стороны печени. Часто уже на этой стадии имеется цирроз, проблемы с поджелудочной железой, алкогольная кардиомиопатия. Обстинентный синдром на третьей стадии протекает крайне тяжело. С выраженными психическими нарушениями тревога, бессонницей. Часто развиваются делирии. Во время обстиненции много соматических осложнений в виде аритмии, усиления полиневропатии, нарушения функций тазовых органов. Эти пациенты достаточно тяжелые и нуждаются только в стационарном лечении, в отделениях неотложной наркологической помощи. Третья стадия является терминальной. По мере накопления сопутствующих заболеваний наступает смерть от цирроза печени, от осложнений алкогольной кардиомиопатии, от других осложнений.